Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 октября. Продание святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Тельсия. Святой Назарий родился в Риме, отец его был еврей, а матерь по имени Перпитуя, христианкою. Святое крещение она приняла от самого апостола Петра. Придя в отроческий возраст, Назарий долго размышлял, какое держать ему вера, отцовой или матерней. Наконец он решил быть подражателем своей святой матери. Молитва, коей много способствовала его просвещению, и был крещен епископом Лимом. Это первый епископ Римской церкви непосредственно после святого апостола Петра принадлежал клику семидесяти апостолов. Когда святой Назарий достиг совершенного возраста, то оказался совершенным и в добродетелях. Усердно служал Господь, он заботился не о своем только спасении, но и о спасении других, ибо многих неверующих обратил ко Христу. Но скоро Назарий ушел из Рима. Он взял от своих родителей приходившуюся ему часть имения и стал там благодетельствовать неимущим. Придя же в Медиалан, он раздал там все, что имел, творя милости неубогим и служа своим имением узником, страдавшим за Христа. Тогда царство нечестивого Нарона в 54-84 годы, один из наиболее жестоких, тщеславных и развратных римских императоров. Им было возведено первое в Риме гонение на христиан, во время которого пострадали апостолы Петр и Павел. И вот в это царство ненорона было великое гонение на христиан, и многие исповедники Христова были содержимы в околах и мучимы. Святой Назарий, служаим, утверждал их в вере и укреплял на мученический подвиг. В это время правителем Амулином были взяты и заключены в темницу некие святые мученики Гервасии и Протасии. Святой Назарий часто приходил к ним и утешал их своей благочестивой беседою. Он весьма полюбил их, ибо видел, что они исполнены божественной любви и пламенно желают положить души за Господа, положившая за нас душу свою на кресте. Назарий питал к ним такую любовь, что не хотел разлучаться с ними и предпочел вместе с ними пострадать и умереть. Правитель этой области скоро сделался известным о Назарии, что он, посвящая заключенных в темнице узников, приносит им все необходимое и утверждает их в христианской вере. Поэтому он повелел взять Назария и привезти к нему. На суде он прежде всего спросил его, кто он и откуда. Узнав, что Назарий по происхождению римлянин, поверь же христианин, Амулин убеждал его не отвергаться отеческих богов, которых римляне из древности почитают жертвами и поклонением. Святой же не только не хотел слушать его советов, но и говорил ему совершенно противное, порицая его ложных богов и исповедуя единого истинного Бога Иисуса Христа. Тогда правитель повелел бить его в устах, но святой не переставал мужественно говорить и обличать нечестие его. После того правитель еще более разгневался и повелел бить мученика палками, потом с бесчестием изгнал его из города. Блаженный Назарий, будучи изгнан, радовался, что сподобился принять раны за Христа, и как изгнанный правды ради вспомнил слова Христа. Блаженный, когда будут поносить вас, и изгонят, и скажут на вас всякий зол глагол, на вы лжуще меня ради. Он скорбел только о том, что разлучился со своими возлюбленными друзьями, Гервасием и Протасием, вместе с которыми желал и умереть. Это его желание Господь исполнил впоследствии. А в то время ему должно было еще в иной стране послужить спасение людей, а отвратить многих от заблуждения. В следующую же ночь явилось ему в видении блаженная Матерь его, повелевая ему идти в Галлию и там трудиться в благовествовании Христовым. Став, он пошел по указанию своей Матери в ту страну и, проповедуя Христа, просвещал там светом веры людей, сидящих во тьме и сене смертной. Тогда святой Назарий был в городе, называемой Милия. Это один из гальских городов, близ нынешней Нитрии на юге Франции. Он взял здесь от некоторой благородной и верующей женщины, трехлетнего отрока по имени Кельсия, крестил его и воспитал в благочестии. Отрок возрастал летами и разумом, исполняясь Божьей благодати. Когда же он пришел в возраст, то последовал за своим учителем святым Назарием, учась от него высшей премудрости и слагая в своем сердце его боговдохновенные слова и отеческое поучение. Отрок был настолько мудрым о Христе, что сравнялся со своим учителем и равно с ним служил спасение людей. Проповедуя Христа, он вместе с Назарием терпел гонения и мучения, впоследствии же сподобился и одинакового с ним мученического венца. Гимловый правитель той страны, узнав, что Назари распространяет христианство по многим городам, Плетчер же взял его вместе с Кельсием и обоих заключил после побоев в темницу, намереваясь предать их поутру всевозможным мучениям. При наступлении утра жена правителя, увидев, как Кельсия красивого отрока вели на казнь, сжалилась над ним и, припадши к своему мужу, умоляла его, чтобы он помиловал отрока и отпустил его вместе с учителем его Назарием. Своей неотступной мольбой она до тех пор не оставляла правителя, пока не упросила его отпустить обоих на свободу. Отпуская их, правитель сказал, «Ходотай, стражины мои, освобождают вас от всякого мучения». Но святые мученики скорбели о том, что не достигли желаемого мученического венца и не окончили земное поприще, чтобы разрешиться от тела и жить со Христом. По дороге оттуда они пришли в город Тимир и, по обыкновению, распространяя там евангельское учение, приобрели Христу много душ. Но дьявол не вынося того, возбудил гнев идолопоклонников. Восстав на святого Назария и Кельсия, нечестиво взяли их и отослали к своему лютому царю Нарону. Святые, остав перед царем, исповедовали Творца Христа Бога, за что Назария повергли на землю и попирали ногами, Кельсия же били розгами. Принуждаемые к принесению жертвы богам, они не спровергли словом своим идоловских на землю и были зато отданы на сидение зверям. Но звери не причинили им вреда. Потом они были ввержены в море, но пошли по водам, как по ровному полю. Увидев это, слуги царя уверовали во Христа, приняв крещение от святого Назария. Они оставили царский двор и, удалившись от мирского мятежа, стали служить Христу. Святой же Назарий пошел со своим учеником, святым Кельсием, снова в Медиалан и нашел святых мучеников Ервасии и Протасии еще живыми, но томившимися в темнице. Когда он стал проповедовать Евангелие в Медиалане, то опять был взят правителем Анулином. Анулин спросил его, где он был до того времени. Узнав, что он был в руках самого Нарона, правитель подивился, каким образом он освободился из рук его живым и здоровым, ибо знал, что Нарон — царь жестокий и бесчеловечный, что он беспощадно убивает не только виновных, но и невинных. Правитель принуждал Назария, чтобы он приступил и поклонился богам их, но тот не только не захотел сделать этого, но и стал хулить их. Тогда Анулин повелел бить его в уста, и святой, приняв с учеником своим Кельсием много побоев, был вернут в темницу к цветым Ервасии и Протасию. Назарий очень радовался, что сподобился увидеть своих возлюбленных друзей и терпеть заключение за Христа вместе с ними в одной темнице. В то время правитель Анулин известил письмом царя Нерона о Назарии. Царь, услышав, что Назарий жив, весьма разгневался на тех слуг, которым было приказано потопить его в морской глубине. Он долго искал, чтобы погубить, думая, что они отпустили Назария, но не нашел, ибо они уже бежали от мира и добровольно посвятили себя на святое служение Христу. Царь написал правителю Анулину, чтобы он тотчас же умертвил Назария. Анулин получил царское письмо, вывел из темницы святого Назария с учеником его, святым Кельсием, и усек мечом их честные главы. Один из верующих, живший в городском предместе, взяв тайно святые мощи их, внес их в свой дом. В то время у него лежала на гадре расслабленная дочь, которая, когда внесли в дом мощи святых угодников, тотчас же стала садра здоровой, как бы никогда и не болела. Хозяин дома вместе со своими домашними весьма возрадовался тему и предал тела мучеников честному погребению в своем саду. Вскоре по усекновению святых мучеников Назария и Кельсия пришел в город военачальник Астазий, шедший на войну против моралов. Режеи Циверски научили его, дабы он умертвил оставшихся в темнице святых мучеников Гервасия и Протасия. И Гервасий был избит оловянными прутями и скоро скончался. Протасий же окончил мученический подвиг через усекновение главы мечом. Христианин Филипп, взяв вместе со своим сыном тела, их предал в их погребении в своем доме. Мощи всех четырех мучеников Назария и Кельсия, Гервасия и Протасия оставались скрытыми в земле под спудом, и никто не знал о всем до самого времени святого Амросия епископа Медиаланского. Мощи Гервасия и Протасия он обрел по откровению Божьей в царствовании Феодосия Великого. Мощи же Назария и Кельсия, царствования Аркадия и Гонория. Аркадий, сын и преемник Феодосия Великого, 395-408 год, управлявший восточной половиной империи. Об обретении мощей Назария и Кельсия предсвитер Павлин вспоминает житие святого Амросия так. «Мощи святого мученика Назария, найденные вне города, в саду, Амросий принес тотчас же в храм святых апостолов. Мы явили во гробе, в котором лежали мощи мученика, кровь как бы только сейчас истекшую. Голова с волосами и бородой так сохранилась, что как бы только теперь была положена во гроб, а лицо было так светло, что казалось только что омыто. И какое же в этом чудо, если сам Господь ранее обещал в Евангелии, что и волос головы вашей не погибнет. Мы в это время почувствовали благоухание, превосходившее все ароматы. Подняв мощи мученика и возложил их на колесницу, мы со святым Амросем тотчас же начали искать мощи мученика Кельсия. От владельцев того сада мы узнали, что ему завещено было предками, никогда не оставлять этого места по той причине, что в нем скрыты великие сокровища. И подлинно там находились такие сокровища, которых ни моль, ни ржа не истребляют, ни дворы не подкапывают и не крадут. Так говорит преситер Павли на мощах Назария и Кельсия. О мощах же Гервасии и Протасии имеется такая запись святого Амбросия. Амбросия – раб Христов, братьям, находящимся во всей Италии. Желаю вечного спасения в Господе. Божественное Писание называют должником того, кто, получив что-либо туне от Господа, не дает этого другим, ибо он как бы крадет нечто у церкви, когда утаивает то, что может быть полезным для других. Посему Давид сказал, правду твою я не скрыл сердце моем, истину твою и спасение твое возвещаю, не скрыл милость твою и истину твою от многого сонма. И как бы желая воздаяния за это дело присовокупил, ты же, Господи, не удалищи дрот твоих от меня. Он как бы так сказал, как я дал возможность другим найти милость, так и ты не удали своей милости от меня. Но зачем нам делать это предисловие? Возвещу вам благочестиво, мудрствующим о Господе и верующим, и призову вас к радости по поводу обретения святых мощей. В минувшую святую Четыридесятницу, когда, по милости Божией, я был в числе постящихся и молящихся, стоял я раз ночью на молитве. И вот я спал в такое состояние, что хотя и не спал, но и не чувствовал ничего. И видел я двух юношей в белых одеждах, поднявших вверх свои руки и молящихся, одержимой дремотой я не мог говорить с ними. Когда я пришел в себя, они стали невидимы. И молил я милосердного Господа, чтобы, если это бесовское обольщение, он удалил его от меня, если же здесь сокрыта какая-либо истина, то чтобы яснее показал ее мне. Для получения просимого у Господа я усилил пост, и во вторую ночь, во время пения петухов, видел то же, что и в первый раз. Тех же юношей, молящихся со мною. Третью ночь, когда моя плоть, ослабев от поста, не могла уже предаться сну, юноши снова явились ко мне. В это время я не спал, и лишь только всему этому изумлялся. С ними был и третий благолепный муж, похожий на святого апостола Павла, как он изображается на иконе. Он один только говорил со мною, а те молчали. Говорил же он так. «Это те, которые, послушав моих слов, презрели мир и богатство и последовали за Господом нашим Иисусом Христом, не ища ничего земного или плотского. Пробыв здесь, в Медиалане, десять лет в служении Богу, они сподобились быть мучениками Христовыми. Тела их ты найдешь лежащими во гробе, в земле на том месте, где стоишь и молишься. Изнеси их из земли и устрой храм во имя их». Я спросил об именах их, и он мне отвечал, «Ты найдешь возле глав их книжку, в которой написано об их рождении и кончине». Созвал братья и епископов и передав им о виденном, я начал прежде всего сам копать. Епископы же помогали мне. И мы нашли, как повел святой Павел, гроб, в котором увидели тела святых, как бы только теперь погребенные и издающие прекрасное благоухание. При главах их мы нашли книжку, в которой все по порядку написано так. «Я, раб Христоф Филипп, взял тела сих святых в свой дом и придал их погребению. Матерью их была Валерия, отцом Виталий. Они родились их сыновей-близнецами и назвали одного Протасием, а другого Гервасием. Виталий был воином и жил в Медиалане, служа тайно со своей супругой Богу. Когда он был судьей-павлином в городе Равенне, там узнали, что он христианин. Преданный мучением он не отвергся Христа. Его повергли в глубокий ров, били сверху камнями, и заживо погребенный он скончался. Супруга его узнала о смерти своего мужа, пошла за телом его, чтобы предать его погребению в своем доме, в утешение вздовству своего. Но равенские граждане, которые были христианами, воспрепятствовали ей взять тело ее мужа. Они радовались такому сокровищу и оставили тело святого, чтобы он был для них заступником. Не получив желаемого, Валерия возвращалась в Медиалан и на пути в одном селении попала на богомерзкий праздник нечестивых людей, приносивших жертву своему скверному богу Сильвану, почитавца ремлян как бог лесов, и откуда само наименование его полей и стад. Идолопоклонники, угощая по своему обыкновению странников идоложертвенным мясом, пригласили и шедшие своим путем Валерию вкусить от этого мяса. Но она возгнушалась такой скверною и, не желая вкушать от бесовской жертвы, исповедовала себя христианкою. Нечестивые придя в ярость, били ее беспощадно палками, так что она была доведена своими спутниками едва живой в Медиалан. Придя в свой дом и дав наставление в истинной вере сыновьям своим Гервасии и Протасию, она придала на третий день свою душу в руки Божии. Когда Гервасии и Протасии остались сиротами после своих родителей сподобившихся мученических венцов, то продали дома имущество свое, раздали все убогим и освободили рабов. Сами же, заключившись в одной хижине, усердно предавались в течение десяти лет молитве, посту и чтению божественных книг. На одиннадцатый год заключенные правителем Анулином в темницу, они пострадали за Христа. Когда военачальник Астазий шел из Медиалана на войну против моралов, то идольские жрецы, зайдя вперед, встретили его на пути и сказали, «Если хочешь возвратиться к царю с победой, то заставь Гервасии и Протасии привезти жертву богам, ибо боги разгневались на то, что эти два человека презирают их и уже не хотят давать нам ответов на наши вопросы». Услыхав об этом, Анастазий вывел святых из темницы, поставил перед собой и сказал, «Приказываю вам, чтобы вы не оскорбляли наших богов, но принесли им в честь и жертву, да благополучен будет наш путь». Гервасий сказал, «Победы над врагами ты должен просить у самого всемогущего бога, а не у тех идолов, которые не видят, не слышат, не говорят и не имеют дыхания». Тогда Астазий повелел бить Гервасия оловянными прутьями до тех пор, пока он не умер, а святой Гервасий от этих побоев скончался. Приказав вынести его тело, Астазий сказал Протасию, «Несчастный, пощади свою жизнь, не будь безумным, подобно своему брату». Протасий отвечал, «Не знаю, кто из нас несчастен, я ли который не боюсь тебя, или ты, который боишься меня». Астазий сказал, «Как? Я боюсь тебя, несчастный!» Ситой отвечал, «Ты боишься, чтобы я не оскорбил тебя, не принеся жертву идолам. Если бы не боялся, то и не принуждал бы меня к жертве». «Я же тебя не боюсь и презираю твои угрозы. Идол твоих я считаю за ничтою и поклоняюсь только единому Богу, царствующему на небе». Тогда Астазий повелел бить его палками. И долго били здесь святого мученика, когда же он был поднят с земли. Астазий сказал, «Несчастный, зачем ты так горд и непокорен? Неужели хочешь погубить, погибнуть так же, как и твой брат?» Астазий отвечал, «Я не гневаюсь на тебя, остальтесь, ибо вижу слепоту твоих очей. Твоя неверия не позволяет тебе видеть того, что Божие. Господь мой не поносил своих распинателей, но молился за них, сказав, что они сами не знают, что творят. И ты не знаешь, что делаешь, посему я и жалею тебя. Однако делаешь, что начал, чтобы я мог ныне узреть вместе со своим возлюбленным братом своего спасителя». Тогда Астазий повелел усечь его мечом. Когда-то произошло, я, раб Христов Филипп, вместе со своим сыном взял тайно ночью тела их в свой дом, о чем знал только Бог, и предал их погребению в этом мраморном гробе. «Верую, что по их молитвам и я получу милость от Господа нашего Иисуса Христа, который со Отцом и Святым Духом живет и царствует вовеки». Когда эти святые мощи были вынесены из земли, больные стали получать исцеление, бесы были изгоняемы из людей, слепые прозревали. Тогда же Святой Амросий упоминает, что в их городе был один всем известный слепец по имени Севир. Лишь только он прикоснулся к краю одежд душих на мощах святых, то тот сейчас же прозрел. «Молитвами святых Твоих, Господи, просвети наши душевные очи, дабы мы могли ходить во свете лица Твоего и о имени Твоем возрадовались вовеки. Аминь». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. «Молитвами святых Твоих, Господи, 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 Господи,